ЦК или кого-либо еще, или же Бристлбека. А, ну слушай, Висп Гирокоптер, это тоже вещь довольно известная. Ну, в Испании обязательно использовать как героя, которые там... Да, которые привязаны к связке. Я бы назвал это стереотипом, понятно. Хотя, знаешь, Висп Гирокоптер это довольно сильная вещь, потому что герой с своим овей дэмэджем, прилетающий в драку, при этом великолепно фармящий. Слушай, реально, этому герою, добавляя мобильность, он превращается в машину. Потому что он фармит, ого-го, как быстро. Если его еще и с его на файты отвозить, это будет весьма интересно. Да, то есть ты делаешь фраги, не отвлекаясь от фарма совершенно. Профармил линию, релокейт там куда-то сделал, дал колдаун, рокет бараш, получил ассисты, сделал какие-то фраги, и все. Собственно, ты уже в огромном плюсе, если, конечно, не погибнешь там. Потому что у Вегас Квадрон пик просто великолепный. Есть и хорошие герои против Виспа, есть Найт Сталкер, которого Вегас Квадрон очень часто использует. Очень сильный кор персонажи, Шэдоу Финд плюс Тинни. Ну и, конечно же, нужно ласпикнуть сейчас еще Хардлейнера для Мага. А для Мага тут сколько героев осталось вообще? Есть, наверное... А, нет, Дарксира нету, нету... У нас еще Бруды... А, Бруда есть! Есть Бруда! Кстати. Это, кстати говоря... А коры уже у клеверов распиканы, просто вот Спирит Брекер немножко неприятный герой для Мага будет, но мне кажется, что он сможет справиться. Я бы пока не торопился с Брудой, все же именно ласпик за командой Форс Си, а Спирит Брекера можно подвинуть на роль Саппорта. Того же самого. Ну, так его и подвинут, он и будет, мне кажется, на роль Саппорта. Здесь пикнут, просто заберут на топ что-нибудь еще. Не знаю, тут как ни крути, у клеверов самый опасный герой для Бруды это Спирит Брекер, потому что на данный момент... Ну, герокоптер, конечно, нормально с ней более-менее стоит, но Бруда, она не обязательно должна овнить прям свою линию. Она может немножечко потерпеть, потом, когда Саппорта герокоптера покинут, она будет там лес профармливать и герокоптеру мешать, поэтому можем увидеть Бруду от Мага. Теоретически. Мне кажется, как раз-таки Сёма Сеслеера сейчас выбирает между Брудой и каким-нибудь там, не знаю, другим Хардлендером. Мне не совсем понятно, почему забыли Кентавра. Герой действительно хороший, и Маг на нем очень часто играл. Ему теперь можно покупать Аганим. И вот, мне кажется, Кентавр отлично встречается с такими персонажами... Ну, вот видишь, как получилось. Вот и получилось. Да, видишь, Кентавр отлично заходит, когда у тебя в пике действительно жирные такие герои, вот, и большой дэмэдж у них. То есть Тинни, Найт Сталкер, вот Шэдоу Финт. Ну, Шэдоу Финт, конечно, не жирный, но когда он покупает ПТ Аквилу Мека, у него действительно хитпоинтов немало. И ты за Стампиду просто забегаешь в соперника, делаешь один-два фрага, и ты уже как бы в плюсе. Ну, и в Лейте с Кентавром очень тяжело сражаться, потому что когда он там начинает всякие Тараски покупать и прочее... Да, много дэмэджа с артурной. Пай, погоним у него там Тараска, он вышку танкует, он дэмэджа будет вышке наносить больше, чем она ему, собственно. Поэтому, не знаю, как-то вот забыли команду про Кентавра, хотя, на мой взгляд, герой достаточно хороший. Может, у него вот что-то с Лейнингом может не получиться. Может, он слегка устарел сейчас, да, знаешь. Межтестили игры под Лейнинг, может быть, даже не это как-то... Стаском порезали его, он теперь не влезает вместе с ним в шарды, его выбрасывает. Не знаю. Ну, поглядим, может быть, мы рано или поздно его увидим, а сейчас у нас начинается матч. Ну, Вега-Сквадрон почему-то решили забрать Лича, для того, чтобы... Что им делать? Даблой стоять вместе с Пашей на боте? Ну, что, хорошо. Слушай, поглядим, как они это реализуют. В любом случае, Бруду взяли, и это как бы уже, знаешь, в расчет не брали. Видимо, сразу видно было, на что нацелены 4CL. А пока представим команды. Вега. Сема играет на Дизрапторе, Соло, на Личену, Уан на SF, и Мак на Найтсталкере, Паша на Тине. Ну, и у команды 4CL, это Пайкат на Герокоптере, Никуа на Вайпере, ЕГМ на Виспе, Саксо на Спиритбрейкере и Секси Бамбу на Брудмазер. Кстати говоря, я обратил внимание, что у нас, наконец-таки, заработала Дота ТВ. Я не уверен. Давай-ка проверим. Ну, по крайней мере, я вижу, как ты собираешься порядок. Оно работает. Работает. Все прекрасно. Как и просили многие, ребят. Это не так просто исправить, как вам может показаться на первый взгляд. Схема этой студии даже мне пока вообще непонятна. Она очень-очень сложная. Здесь столько различных всяких вещей, настроек, поверьте. Это очень сложно было поправить. Но наши техники исправят. Потому что перерывы давали маленькие. Из-за этого, к сожалению, это долго не могли исправить. Но сейчас все работает, ребята. Все в самом разгаре. Много матчей вас ждет завтра и послезавтра, и через два дня они так же будут. Поэтому расслабьтесь и смотрите доту. Размениваются баунти-рудами игроки. Так, кстати, здесь без каких-либо конфликтов все дело обошлось. Но Уван забрал свое. Свое же забрал Никора. И отправляется в миддл. Помогать Shadowfino будет, судя по всему, Сема. Такать как-то. Ибо Висп сейчас продвигается на топ. И вполне вероятно, что Вайпер будет стоять один здесь. А может быть, он вернется к Вайперу. Я, конечно, такого ни разу не видел. Мне кажется, он самодостаточный. Он за себя может сам постоять. Я думаю, что Егем тут на первое время, как минимум. Он тут долго стоять не станет. Хотя, с другой стороны, у Геракоп трейс с акса на топе. А на бот, если мы взглянем, там Бруда. И тем более никто не нужен. Соответственно, скорее всего, потенциально у нас будет действительно дабл мидд. Это значит, что Нику просто чаще боковать будет. Потому что у нее имеется хил Виспа. Бруде нет смысла идти. Бруда самостоятельно. Единственное, что он может реально до треплы добавить с на топе. Но это будет, опять же, непонятно Если там реально бы какой-то коликшер постоянный Вот как сейчас в миде, например, никого чуть не забирают Здесь его, если бисп не подхилил, то, скорее всего, он мог бы погибнуть от Нандерстрайка Поэтому здесь именно стоять на удержании ЕГМ здесь вполне себе подходит неплохо Единственная проблема, это когда у Сема Икспа появится, будет Гримс Это ЕГМу не в плюс, явно Уж тем более по третьей кайловой СФ Вот тут-то они могут на этом переиграть их Можно, чтобы Сема успевал еще стаки для Нуна делать Потому что, ну, СФ должен все-таки за счет стаков выезжать еще очень сильно Бруда тем временем покупает у нас Солринг на боте Ну, я не знаю, даже Вега Сквадрон тут пока что стоять неплохо Но мне кажется, что это вопрос времени, когда Бруда начнет их убивать Ну, не то, чтобы убивать, а, по крайней мере, звонить Пашу, не позволять ему фармить На топе тем временем очень далеко зашли клевера Даже не стало бы Рокетберриджем сейчас просто, знаешь Возможность была, он просто мимо прошел, мол, тобой мы еще займемся В миде вновь тут у нас некоторые проблемы, ЕГМ отступает И тут Кинетик Филд бы мог бы даже пригодиться Хотя Тандерстрайк, скорее всего, Виспал бьет Да, это Ферстблат Только исполнил его Соло на боте вместе со своим тиммейтом Пашей Убили они Бруду, поставили, наконец-таки, сентри вар Я смотрю Соло, я вижу в этот же момент, прям, как бы в этот же момент Да, мне сразу такой вопрос Потому что он реально умер в этот же момент Я смотрел за Виспом, за этой трагической смертью А тут получается, что именно Бруду убивают Да, но по причине, конечно, что здесь начинается битва сентрией у Бруды И пока что, скажем так, силу будет набирать Ее не смысл сдерживать какое-то время Ну, до определенного момента ее можно сдерживать В последствии, конечно, это будет еще тяжелее С другой стороны, у Бруды не самая приятная линия Обычно Бруда, в общем-то, в харде стоит более продуктивнее Когда начинает фармить вражеский лес Рано или поздно, я думаю, что произойдет какой-либо свап линиями Но пока сейчас Бруда, ну, получает начальный потенциал Впоследствии сейчас ее чуть-чуть подержит немножко Вега Чтобы ее в развитии слегка, может быть, как-то подержать А потом уже, я думаю, что Секси Бамбу сложно будет остановить Потому что Бруда, это действительно герой неприятный во всех смыслах слова Наконец-таки у нас остались мидеры 1 на 1 Хотя это, конечно, больше минус для Ноуана, нежели чем для Никуа Потому что герой у него все-таки посильнее В миде 1 на 1, если Ноуану никто не будет помогать То ему тяжеловато здесь будет Приходится очень аккуратно действовать шадуфинду Чтобы не подставляться под атаки Никуа А вот Клевераты уже сзади готовы, если что, дейвануть Все-таки Братрум есть Но Братрум только что делает чардж на мага Дает вижен Пайкату, чтобы тот его спокойненько расстреливал Маг мансит Похоже, не до мансит Да, здесь уже Висп еще прикатил Испиритами также сможет влить дэмэдж в мага Чего будет более чем достаточно, я думаю Хотя маг все еще жив И танго, и реген там довольно большой И у него сейчас, знаешь ли, все шансы появляются Чтоб отсюда уйти живым Это и происходит Он уходит живым и невредимым Немножко, но живым Хотя он очень много времени потратит, пока вернется Но, с другой стороны, не доставаясь Ялда сопернику Соло забрал руну невидимости на боте Не стал оставлять ее на Уану Потому что туда паук пришел маленький И он бы разбил эту руну просто-напросто А Пажа сделал еще один фраг на секси-бамбу Я видел, как паук просто упал с неба Ну, понятно, что просто дал прокаст Поймав его в том месте, где лучше было не находиться Нападение на Саксу Сакс отвечает чарджем Понимает, что даже если он и погибнет Нужно максимум сейчас выдать, скажем так И тут внезапный Соло в инвизе подходит У него нету чайника, но втроем должны Пайката все-таки здесь забрать Упала вышка Тяжело здесь мансить всем из-за слейер Но в лесу он все-таки спасается от гирокоптера Какой хорошее начало для Веги Да, это 5-0 Самое интересное, неожиданно, что они так хорошо стартанули Потому что они отдали Бруду Который постоянно играли раньше И кажется у них все более чем хорошо И Бруду убивают Понятно, что Бруда в начале пока против Тини Но поймай Бруду и там убить В принципе ее даже Паша в соло смог Если ты видел Плюс Пауков подфармливает Но это пока что Но в целом для начальной стадии игры Для стадии лейнинга Можно сказать, что команда Вега сейчас Выиграла много Где могла бы даже, если честно, проиграть Если так присмотреться Но Луана нужно еще подфармить стаки И дела у него станут еще лучше Паша у себя на линии получил максимально много денег Плюс половину еще Пауков зафармила Бруды Единственное, что мало получил Мак По известным причинам Что его там действительно Как бы игроки 4CL Звонили аж втроем И там тем временем, да Убивает Лича сейчас Сюда приходит Паша с респауна У ЕГМа тизер уже появился Он успевает его заюзать А валансом промазал Паша Но ЕГМ еще далеко не спасся здесь Бежит за ним Баланар Пошел в войн Кос и убили Виспа Саппортов саппорта поменяли Несмотря на то, что счет был 5-0 До вот этого вот момента Каждый кор-герой команды Кливеров Имел больше, чем его противник В команде соперника То есть мы видим то, что Геррокоптер имеет больше, чем Тинни Вайпер имеет больше, чем СФ Бруда имеет больше, чем Найт Сталкер Как вариант А счет-то был 5-0 Все-таки это и Ферст Блад И 5 фрагов И 4 точнее фрага Помимо Ферст Блада Оооо Сам знаешь Немножечко даже странно Чардж идет в мага Но маг слишком быстрой ночи Его вряд ли здесь убьют Находит Ноуана Или это Ноуан находит соперника Пока не совсем понятно Идет Ноуан стакать Или он идет просто фармить Там, похоже, просто сейчас зафармит эту точку Задивардит соло Весьма неплохой вард, поставленный Кливерами Который позволял видеть, когда Ноуан уходил бы фармить лес И его бы там могли принимать Через того же самого Братрума У Братрума подозрительно мало Слушай, у него нетворс 350 А что у него так мало денег? Постоянные траты Ну и вот напал он на Сему Сему убивает Управляет свой нетворс Но тут и пайкат со своим Минус 3, минус 3 удалось сделать И Сакса сразу же поднялся в нетворсе У него есть деньги на тапок Ура, товарищи Сакса может купить действительно себе сейчас что-нибудь полезное Это тысячи голды И сейчас очень много это играли Пурсел Если Вега постепенно где-то где там Сейчас зарабатывали И счет был 5-0 То сейчас мы видим на графиках Как ребята подзаработали Еще и подзаработали тем, что сейчас могут спушить вышку Да и на бот, обратите внимание Сакси Бамбу здесь вскоре тоже, в общем-то, будет Мало того, что сейчас свой собственный лес подфармливает С пейдерлингами Еще и на линии сейчас уже получше себя чувствует И в нетворсе подрастает Может быть даже вскоре догонит своего непрямого оппонента Здесь это тени И вот, кстати, тоже находит его ленч Колдаун будет через 4 секунды Поэтому стоит нападать Паша ТП не успевает сделать Так как Сакси в него приходит здесь на чардж Его расстреливают сроки бараджа Даже по минимуму пришлось затратить здесь ресурсов Команди Фурсел, чтобы забрать довольно дорогой таргет для них Самый отфармленный герой команды Вега на карте Да, так и есть И еще одна вышка И тут еще все это в сочетании со спайдерлингами Еще и чардж на соло Кинетик филд туда Колдаун далее Соло уже вряд ли выживет Нету сейчас 6-х левелов у команды Вега Сквадрона Этим пользуются клевера Хоть у них у самих нету 6-х левелов Но они на данный момент просто сильнее За счет гирокоптера и бруды Которая имеет много паучков Ребята легко пушат вышки Слушай, ну и посмотри, как плохо все Счет сравнялся 6-6 И нетворса-то у 4 сел намного лучше Да они за 2 минуты заработали 6000 золота почти Ну, чуть меньше 5 Ровно За 2 За 2 драки Боже мой, как Как? Вопросы мне такой И продолжает сейчас Ну это испушенный вышка Но ванн в инвизе Да Он 2 кайла дает, убивает в испан Резко сразу же поднимает свою некромастер Практически до максимального уровня И кое-как дефают Линию Нужно получить 6-й левел на дизрапторе И 6-й левел на личе Потому что без этих левелов Ну хотя Так, у нас байкат Это байкат Байкат на пашу В принципе все выигрывает пока что неплохо Но опять же, да Без 6-х левелов Как драку-то дальше принимать Только отступать надо Но не все, правда, смогут Кайлами отрабатывает ноу-ван Отгоняет соперника Секси-бомбой Что же это за глимп? Нормальный глимп Секси-бомбой Хотя бы так Да, и Нику теперь оказывается под ударом И ЦАКС и Чарльз вновь приходит вис сюда Нику дает меку Все еще живы Чайник выглядел неплохо Но летел большую часть клипов, правда Соло может погибнуть Нику его достает И скорее всего тот погибнет Правда, спасает Паша своего тиммейта Но у него урна висит на нем И он все равно погибает Даблкил делает ЕГН И ребята еще принимаются за вышку Плавно могут добить ее Но скорее всего силам здесь уже не хватит Но тут уже бой дали, конечно, Вега И я вижу, как подскочил Нетворс Ноу Вана Денег там досталось ему более-менее неплохо Ну с горем пополам, ребята, отдэппали эту вышку Там настолько мало хитпоинтов было У некоторых игроков команды Вега Когда они вот здесь вот начинали стрейфиться От скиллов пересел И Сема Заслайер чуть не спас своим глимпсом бруду Хорошо Ноу Ван там нашел возможности добить Секси-бомбу Так бы все было весьма печально И похоже, ребята просто прилипли к этой вышке на боте Не хотят клевера ее отпускать У них есть Мека на Вайпере И вот гирокоптер, который сейчас на бот подошел Вместе с ним будут ребята пушить Т2 Вега Цквадрон понимает, что задэппить эту вышку вряд ли им удастся Отставили здесь одного Пашу Чтобы тот, может, как-то пооткидывался Тосом и Валансом Но надо понимать, что бруда сейчас даст Вижен И будет просто чардж в Пашу Вот так вот А, нет, этот Сакс у нас в другую сторону зачаржился совершенно Он там застрял в лесах Но Ван делает телекорт на базу Пянут время, Вега Но сами при этом мало что фармят Да, они очень много времени потратили и ресурсов на то, чтобы защищать всю эту линию В целом Так и есть От Т1 до Т2 За это время всю эту линию вы фармили в Reforce CL Плюс забирали вышки Вспомним про мидл Они сейчас очень грамотно все пропушили И Сакс уже перемещается на топ Где просто ребята показывают Вот еще у вас есть на карте две вышки Давайте ими заниматься Раз уж такое дело Дизраптор, напомню я вам, до сих пор пятого левела Соло шестой получил и чайник видели уже в действии Правда, мало что он решил Ну, чайник здесь действительно не так много решает Потому что маленькие паучата с Экси Бомбо Они много урона на себя принимают И из-за этого нельзя прям огромное количество демэджа нанести Играя на Личе против Бруды Особенно вот в такой драке, когда Бруда вот прям перетягивается На 12-й минуте Это, кстати, не так характерно для этого героя Обычно Бруда давит исключительно свою линию Ну или если стоит на хардлейне Профармливает вражеский лес Да, и там передислоцироваться в мид может как-то Вот если бы Экси Бомбо находился бы на топе Он бы фармил все, что есть в лесах у Вегас Квадрон И помогал бы в миде Но тут он прям вместе со своей командой С сейфлейна идет и забирает две вышки на боте Все неплохо Видим мы то, что Нетворс, в общем-то, не вырос сильно Тема Заслэйр охраняет сейчас своего хардлейнера мага Который пытается хоть что-то выформить У него есть урна и фейзы пока что Наш Шэдоу Финт Похоже к Мекке здесь Не приблизится Я что-то пока не вижу, где все деньги Шэдоу Финта У него ПТ, Аквила и Боттл Неужели это все 4800? Уже должно быть хоть что-то еще? Нет? Не должно быть? Да, похоже, это реально все, что у него есть Да, это реально все, что у него есть Я посмотрел на Вайперы, у него Меха, Стики и Негрэйжен и Тап Наверное, примерно То же самое, да То же самое у него Того же имеет и он Ну что ж, эти Р2 забрали Здесь, правда, без боя Все ушло... Ну, не так много ушло времени У Фурсиел на это И Вега-бой не дали Ну, они бы сейчас, знаешь, еще могли бы здесь чуть немножечко... Они получили, наконец-то, каши складывал на Дизрафтере Надо пытаться Ноу Вану раскастовать сейчас ультимейт Он им большого урона не наносит И Ноу Ван просто делает телепорт в тот момент, когда его команда начинает драться Сюда подходит ИГМ, полностью вылечивает Пайката Минус, Мак, минус, Сёма Великолепный джерстрайк сделал Саксо Он бы мог уйти, но не позволил ему это сделать И Соло, ТП Аут, Чардж Это минус 4 Очень серьезное недопонимание сейчас возникло между игроками команды Вега Мы видели, как Ноу Ван просто скастил свой ультимейт И элементарно сделал телепорт оттуда А его тиммейты всех четвером погибли Там надо было либо драться до конца, либо уходить всем Скайлофф бы мог много дэмэджа нанести, если честно Хотя бы вырубить каких-то конкретных героев А сейчас ребята уже подставляют свой хайграунд на 15 минуте И у них вот-вот уже упадет Тир-3 Я думаю, что ребята останутся даже Может быть немножко пью в дворах Хотя это уже рискованно немножко с их стороны Спайдерлинги погибают от Ноу Вана Его Кайлофф, всё может находиться здесь на ресурсе Нужно вспомнить, что ресурсы и Вега тоже потратили Был Старик Шторм, было всё абсолютно, в том числе и Чайник Ох, Никуа, немного встрял Но больше дэмэджа, ну, никто не может вынести Никто ничего сделать больше не может Сакса чаржится, хотя в этот момент Некоторые тиммейты уже ушли, в том числе бы сделали Одно ТП, поэтому, наверное, раз уж кто-то Сделал ТП-шку, там против пятерых Веге лучше, вряд ли что-то здесь нужно делать Это ИГМ, он вернётся на релокейте При необходимости, поэтому Не стоит клеверам Упать сейчас Ну, я уже вижу, что они ничего сделать там не могут И, наверное, смысл делать что-то дальше Пропадает Ибо Старик Шторм сейчас был бы готов А он мог бы какие-то проблемы вызвать Поэтому вот сейчас мы видим, что команда Фурсиел отступает И максимум кого-то, может, примут как-то Если кто-то там где-то загуляет сейчас Потому что они видны, что давят сейчас их И просто не дают им выходить далеко СФ, если где начали принимать Вы помните, уже это было здесь Пропушили, отступили, спрятались Увидели, что соперник начинает отпушивать Пришли, убили В принципе, всё довольно просто Так, и вновь готовятся к драке Фурсиел А есть ли какой-то сентри в арту, ребят, тут У них, слушай, ни детекшена, ни ничего нету Их же сейчас Ноу-1 просто взорвёт на своём хайграунде Если докупит Шедоу Блейд Да, они мало Ну или... Если в арту сентри стороны команды Вега Ты прав Ноу-1 может тебе это позволить Можно воткнуть здесь Шедоу Амулет и раскоставаться Так, Пайкат оказывается отрезанным Понимает, ребята, что нужно всем заходить на хайграунд Иначе никак И попадают под чайник Которому отступают, да Наносят Обратно Глимс Пайкат и непонятный Нико в этот момент нападает Нападает на мага Ставится гнать в старик шторм Ноу-1 неплохо раскоставался Сакса много демеджа Нико много демеджа Мека ДП-сказь туда Брудмазер тоже делает своё дело Мы уже видим, как упал СФ, байбэкнулся Пришёл Найт Сталкер после байбэка Секси Бамбов всё ещё жив Под Инстейбл Хангри Более-менее выдавал там демедж Хотя и айтемов у него на это не так-то много Он кого-то Ньюком убил Кого-то ещё И всё ещё маг хочет драки Но, по-моему, здесь она уже была ни к чему Теряют мага Пайкат готов будет драться дальше С Ноу-1, если на то пойдёт Паша Отбрасывается Эваленчем А ребята всё никак не угомонятся И всё так же хоть продолжить идти Но ЕГМ временно, наверное, отступает Пайкат видит, что у него фоллманы И скоро будет кулдаун Бурдмазер тоже никак не успокоится Инстейбл Хангер будет готов Голить через пару секунд Не, ну милишный барак Какое затяжное Кливерам здесь уже никак не забрать Это точно То есть они Вряд ли убьют всех пятерых игроков Команды Вега Сквадрон А те в ответ могут Там как-то дефать этот Милишный барак Потом даже если они кого-то убьют То прям так сразу добить его не получится В общем, отступили к ливера У них всё в порядке Они заставили соперника выкупаться Пусть и Вега сделали несколько фрагов Но сейчас на карте есть Рошан И у клеверов, кажется, есть позиция Для того, чтобы этого Рошана забрать Медалек, правда, нет ни у кого Может быть, не так быстро Это смогут сделать 4 CL Но попытаться, на мой взгляд, стоит Ну или, по крайней мере, забрать Т2 вышку на топе Ну прям хотят Хотят клевера забрать Этот грёбаный милишный барак Не знаю, зачем он им прям так дался С другой стороны Поставить себе цель, может, такую Да-да-да Мы должны убить милишный барак Назло Каскаро Назло Каскаро Да, зачем мы сюда пришли? Ноу-анн Его реально Нико отгоняет Кинетик Филд уже отстоял своём А Нико всё на хайграун не находился И старался как можно дальше Отогнать команду Вега В этот момент Вгрызаются они в барак Барак хоть и под арморкой находится Боятся-то также ещё и Сакс Вот делает Незовстрайк Ну, он как бы Делает его и отменяет Чтобы Паша не подходил Но там уже видим, как всё Вот грызло-бурдается И там ничего никто не может поделать Кинетик Филд застрял Временно застрял Да, туда приходит Ноу-анн Всё равно без такого Грамотного статик шторма Который был фактически потрачен На одну Сейчас именно на одну бруду Сейчас ребятам сложно будет Проложить драку Коудал уже был Видим, что пока что Потери несут и те и другие Но всё-таки барак потеряют Именно Вега Глиф проджимают они Всё ещё терпят Вега Но терпят они, скорее всего, уже бедствие Не такое тотальное Но всё же мидл Этот Этот один последний барак Всё же дожали Ферсиел Хотя могли бы, наверное, за это время Спушить топ-тавер Но они были настолько уверены В своих силах Что, да, действительно Решили его поломать Мне просто казалось Что конкретно в такой ситуации Ты больше рискуешь Нежели чем Приобретаешь Типа, ты этот милишный барак Потом обязательно добьёшь Тебе нужно Забрать Рошана Там, может быть, Т2 на топе Спушить там, где-то ещё Рейнджовый барак поломать Но ребята настолько были В себе уверены Настолько Они понимали, что Они и линию заберут И отступят И Рошана заберут И всё на их карте И всё на второй карте Принадлежит по сути им Инициатива именно у них в руках Что мы и видим На данный момент Вега, конечно, нужно Что-то предпринять Им нужно как минимум Дофармить Shadow Blade На No One Но Видишь ли, в чём дело Если там появится Sentry Ward То Мне кажется, что Хороший реквием Не получится дать Нужно как-то На One постараться Войти в центр драки И закастить свой ультимейт Вместе с ультимейтом Дизраптора Вместе с ультимейтом Лича Вот как же Тут тяжело приходится Соло Он практически ничего Не может сделать Своим персонажем Потому что Продамажить вайпера Ты не можешь Все остальные герои Тоже очень толстые Чайником урона Нормально наносить Ты тоже не можешь Из-за того, что там Брудлинги Бруды Или спайдерлинги Как я сам называю Спайдерлинги Но Блинкдаггер у нас Покупает Тини Надо постараться Кого-то очень быстро Убить Проказ Тем временем Убивают у нас Спиритбрейкер Это действительно шанс Хорошо подраться на боте Когда команда Четыре Сиел Находится в меньшинстве Секси Бамбу Получает воет Падает Тривышка Попытается Четыре Сиел Возможно Сейчас дальше поломать Милишный Нет А вега-то идут Поставили в центре Ноу Ван Старается подократься Как по-то Ой-ой-ой Это такой же Дерекли Байкот Сейчас пойдет Умирает в итоге От Ноу Вана Об этом я и говорил Что нельзя недооценивать Шедо Уфинда У которого есть Лотар Правда Секси Бамбу С Ноу Ваном Сейчас разберется Скорее всего Сейчас Данюк Где его дойдет И с ним дело закончится А все еще будет жив Секси Бамбу Его нужно попытаться Забрать Возвращается Паша здесь Висп Тос И Релокейт Спасает своего Тиммейта Висп И обратно даже Есть смысл вернуться Своим составом Потому что не будет И Сэпа Нету Байбека И Байбечится Дизраптор Соло Вместе с магом Все еще здесь Снигл Сейчас придешь сюда Да Вернулись сюда Глимсонули одного Правда В общем-то И СП оставили здесь Глимсонули именно Бруту Все равно драку продолжает Но приходится Удать сакси Поэтому все равно Сил мне кажется У команды По Сиел хватит Чтобы дать сдачу Если это будет нужно И мы видим Как команда Команда Вега На 21 минуте Пишет Джи Джи И это счет 2-0 В рамках этого Противостояния Неожиданно Да Мы этого не ожидали Лично у нас По предикшенам Был 1-1 Да и я в принципе Ожидал чего-то другого На второй карте А я увидел Ну Хотя С другой стороны Бруда Я увидел Бруду Мне кажется Что пик Лича Здесь был лишним Для команды Вега Сквадрон Ну Понимаешь Он был Последним пиком От команды Вега Именно Ласт пик Была Бруда И здесь Эти герои Как бы Сам понимаешь Не знаю Почему Ребята побоялись Складывается Такое ощущение Как будто Поражение Против Ноу Лоджи Гейминг На второй карте Выбило из колеи Команду Вега Сквадрон Они На первой карте Решили Тускара Пикнуть Сами Опять таки Отдали Очень хороший Сетап героев Для оппонента Ну а на второй карте Они вместо того Чтобы Забанить Опять таки Виспа Убрали Тускара Да Было Неужели он Намного страшнее Чем ЕГМ Который играет На Виспе Это было Немножечко странно Ноу В общем-то